В археологии я болел с детства. Я ездил в археологические экспедиции, еще будучи школьником, принимал участие в научных исследованиях, в основном на территории Крыма, то есть в южных таких регионах. Но в целом археология мне очень нравилась и особенно интересовала меня археология родного края. Я родился на территории Одинцовского района, в поселке Горки-10. Биография, как и у всех молодых людей того времени, школа, армия, работа, учеба. Я в музей пришел достаточно поздно, уже таким состоявшимся, сформировавшимся человеком. Вот просто появилась возможность заняться тем, что мне с детства очень нравилось. Я музейный археолог. И здесь, собственно говоря, я отличаюсь от своих коллег тем, что у меня есть прекрасная возможность не только искать и, скажем так, добывать, в кавычках, археологический материал, но и следить за их дальнейшей судьбой. То есть реставрировать, проводить научную обработку, экспонировать. Обыватель судит об археологе, как о человеке, вооруженном лопатой, который выходит в хороший солнечный день, в чистое поле или в лесочек где-нибудь, копает, находит какие-то сокровища, клады. Поверьте, это не самое главное. Это интересно, это увлекательно, но это не самое главное. Зачастую находка какого-нибудь черепка намного важнее для исследователя, чем какая-то монета, скажем так, серебряная или даже золотая. Потому что этот черепок является доказательством его, скажем так, гипотезы. Конечно же, центральным экспонатом является вот эта кость мамонта, которая была найдена тоже в районе Горок Десятых на пляжу в далеком 1979 году. Она состояла из нескольких фрагментов. Это не просто кость какая-то, это была конечность, нога. Еще одно направление, которое мне кажется очень важным для одинцовцев, прежде всего, для жителей нашего района, это популяризация, скажем так, нашего археологического наследия в различной форме. Игровая в том числе для детей, для подростков, для более старших какие-то. Сейчас существуют такие формы, как квесты всякие. Мы в свое время ходили просто в походы, попутно проводя какие-то исследования. И вот сейчас мы над этим работаем. Александра Викторовича я знаю достаточное количество лет. Мы дружны. Даже когда он здесь не работал, он всегда помогал нашему музею своими знаниями, своим опытом и своим очень хорошим, веселым, замечательным характером. Ученый, который делится своими знаниями, легко, весело и очень доступно. Доступно.